Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канал! С вами Таша Молярова и на моем канале Жизнь Без Дублей. У меня сегодня запланирован очень активный, можно сказать, день весеннего огорода. Во-первых, я собираюсь пойти в теплицу и выкопать хризантемы мультифлора, которые я закопала туда осенью. Это моя первая попытка, ну я вообще начинающий садовод, ну помочь мультифлорам перезимовать. Так что мы сейчас пойдем в теплицу, будем их выкапывать, посмотрим вообще в каком они состоянии находятся. Я их перемещу в дом и буду ожидать, если они нормально там перезимовали, что через некоторое время у них появятся отростки, да, и чуть попозже я их буду черенковать. Это первое, что я собираюсь сегодня делать. Также я подготовила уже вот такое количество семян. И по вашему совету я тут определенным образом начала подготавливать теплицу и собираюсь продолжить ее подготовить. Хочу сегодня все это посеять. И далее буду варить постный рассольник с репой и расскажу вам, какие я заказала светильники для досветки своей рассады и почему я заказала именно их. Вот, так что оставайтесь со мной и вперед. Пошли выкапывать мультифлору. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот перец горошком и душистый, чтобы бульон был более ароматным. Для рассольника я уже, как вы видите, варю перловку. Достала свои огурцы в баночку. Как они пахнут и какие они вкуснячные. Прям настоящие бочковые огурцы. Кто не видел мой рецепт, вот здесь будет ссылочка в описании. Рассольник буду делать по монастырскому рецепту, который тоже мне посоветовали в комментариях. Он будет с репой. Но мне сам рецепт не советовали, мне просто сказали, что есть такой рецепт. Я посмотрела, нашла его, изучила разные в интернете и собираюсь сделать по ним рассольник. Вот смотрите, на данный момент у меня пока мало рассады. Да, вот, кстати, мой лимон вот-вот раскроет уже бутон. Видите, у него прям вот он уже прям бутон вырос на наших с вами глазах. Вот как выросли новые ветки, которых вообще не было, когда мы его купили буквально полторы недели назад. Этот лимон, да, ну помните, муж мне на 8 марта подарил. Так что лимон чувствует себя прекрасно. Вон у него еще бутоны. И когда мы покупали, у него бутонов практически не было. Я хотела брать другое растение, но в магазине мне сказали, что он выпустит эти бутоны. И правда, они прям вот набухают на глазах. В общем, такой весенний лимон. Уголок с рассадой мой пока выглядит вот так. Ее еще мало. Но сейчас у нас середина марта. И поэтому я еще практически ничего не сажала. И у меня не было ламп. Ну, собственно, поэтому я тоже еще не сажала. Вот у меня есть одна лампа. Ее я покупала в прошлом году. Просто в магазине, в Дарвине я ее купила. Вот видите, у этой лампы заявленная мощность 18 ватт. Могу вам сказать, вот по моему опыту прошлого года. А в прошлом году у меня рассады было, в принципе, тоже не так много. Я выращивала, наверное, 15 растений томатов. Пара или тройка огурцов у меня была. Несколько кабачков. И там еще что-то по мелочи. Вот на все у меня это была одна лампа. Ну, я как неопытный судовод вот купила, ну, лампу, которая там из магазина была самая мощная, вот эти 18 ватт. И, в принципе, рассада у меня в прошлом году стояла в мансарде на втором этаже, где теневая вообще сторона. И она у меня стояла на таком столе, и над ней висела вот эта лампа. Рассада при этом была, ну, так скажем, не очень. То есть, она у меня подвытянулась. Посадила я ее в начале апреля. И вот к концу мая я ее пересаживала в теплицу. Ну, такая она, прямо скажем, у меня была, ну, не очень. Вот, в этом году я решила к этому вопросу подойти серьезней. Честно скажу, я пыталась сама разобраться в этих там бесчисленных обзорах. Смотрела там разные статьи про эти лампы. Очень много технической информации, разрозненной информации. Ну, и так какой-то, знаете, вот прямо конкретный вывод у меня после всего этого не напросился. Дальше я пыталась у нас в садовом магазине посмотреть. Тоже там максимальная мощность лампы. От нее зависит, да, ее эффективность, сколько она, ну, как бы, выдает энергии и, так скажем, нужного света. Я сейчас буду простыми словами, не хочу вас грузить. Зависит во многом от мощности лампы и какие там стоят диоды, в том числе, какой фирмы там стоят диоды, да. Ну, в общем, тоже больше 18 ватт у нас в магазине я не нашла. То есть, получается, для того, чтобы получить нужное количество света, чтобы рассада не вытягивалась, на той площади, на которой мы выращиваем, вот таких ламп нужно несколько. Сейчас вы понимаете, что все подорожало. Лампы это импортные, либо комплектующие у них импортные, даже просто из-за курса доллара все подорожало. Поэтому, вот, в нашем садовом магазине я тоже лампы не купила. И в результате я заказала лампы в компании Минифермер, на сайте компании Минифермер, который уже 7 лет занимается выпуском этих ламп. И почему я заказала именно у них? Потому что мне их посоветовал Денис Фреш Томат. Помните, у меня с Денисом был прямой эфир на моем канале. Именно у него я купила семена томатов, которые я буду в этом году сажать, коллекционные, селекционные. И поскольку я видела его рассаду, да, и я наблюдала за его растениями в инстаграме весь прошлый год, весь прошлый сезон. И, соответственно, я видела, какую рассаду он выращивает, какую он высаживал. Также я изучила все материалы на его сайте. Ну, как бы я доверяю этому человеку, потому что я видела его результаты. И я у него спросила, Денис, где ты берешь лампы, и какие посоветуй мне, пожалуйста, чтобы мне в этом не разбираться. В общем, в результате я заказала лампы в компании Минифермер, метровой длины, 50 ватт, то есть одна лампа, 50 ватт. Диоды там стоят Samsung. На данный момент, ну, опять же, по сведениям этой компании, это лучшие, одни из лучших диодов на рынке. Это, знаете, серия есть Mercedes, а есть Жигули. Вот это Mercedes, это лампа Mercedes. Вот, и одна такая лампа, 50 ватт, да, заменяет, по сути, ну, практически 4, можно сказать, мои лампы. Потому что 18 ватт, это они по маркировке. Опять же, скорее, очевидно, на выходе вряд ли они дают все максимальные 18 ватт. Вот, поэтому в результате у меня будет 3 лампы, 50 ватт. И когда они придут, они должны прийти уже на днях, мы соберем с мужем стеллаж и на стеллаже на каждой полке сделаем эту метровую лампу. И она в ширину дает спектр света, ну, вот, покрывает, да, на 60 сантиметров. То есть, вот такая площадь у меня будет закрываться одной лампой. И в связи с этим я смогу этот стеллаж поставить просто где-то у себя в помещении, а не около окна. И эффективность выращивания рассады будет очень большая. Ну, во всяком случае, я это видела у Дениса. Лампы там есть разные длины. Компания производит их сама из комплектующих. Они существуют, как я сказала, 7 лет. У них есть и сайт, и ютуб-канал, но раньше был инстаграм. Все ссылочки я дам на эту компанию в описании к видео. И, ну, как так скажем, предварительно рекомендую. Ну, во всяком случае, рассказываю о том, где выбор сделала я и объяснила вам, да, почему. Ну, а когда ко мне уже непосредственно придут эти лампы, я вам тоже все покажу, расскажу. Ну, и в результате моего посевного сезона этой весны, да, мы к посадке увидим, как же вырастет рассада. Ну, я очень надеюсь, что она у меня будет крепкая, плотная, не вытянутая и с такими хорошими стволиками. Ну, в общем, с хорошей развитой системой. В общем, буду стараться вырастить ее именно такой. Ну, а сейчас пойдемте на улицу. У нас светит обалденное солнце. Нужно взять ящики, такие сетчатые ящики, в которые я хочу поставить мультифлоры, застелю их укрытым материалом и перенесу в дом. Вообще, мне интересно, не вымерзли ли они совсем. То есть, это, конечно, большой-большой вопрос. Удастся ли мне сохранить эти мультифлоры? Ну, идем в теплицу. Хочу, смотрите, вам показать, что у нас тут случилось. На таком солнце окончательно оттаяла эта глыба, которая висела наверху на крыше вот этой пристройки нашей терраски. И рухнула с таким звуком. Слава богу, здесь никого не было. Посмотрите, погнулась шпалера. Ну, понятное дело, что потом ее можно будет поставить. Валера уехала сегодня с утра по работе. Потом все это случилось. Ну, и вот, в принципе, кусок упал на розу. Здесь вот у меня роза плетистая. Не знаю я, выжила она там или нет. Ну, погнулась эта штука. В общем, приедет, разгребет. Посмотрим, как с этим совсем поживает. А так снег тает. Вот отсюда, если смотреть, вот посмотрите, видите, как погнулось все. И, конечно, глыба упала конкретно. Если бы не было этой шпалеры, то это завалило бы мне тут вообще всю эту грядку. И роза бы точно не выжила. А так все-таки я верю в то, что у нее шанс есть. Жуть, конечно, тяжесть такая рухнула. Ой, а пока мы с вами тут стоим и смотрим, к нам навстречу идет Компот. Из какого-то своего путешествия. Смотрите, у него лапы в снег проваливаются. Снег уже мягкий. Компоша, ты пришел ко мне, да? Ты пришел няткаться. А няткаться пришел, хороший котик. У него солнышки. Балдеешь тут, гуляешь, да? Гуляешь, балдеешь. Хорошо тебе, Компоша, да? Птички уже прилетели. Не знаю, вам слышно или нет. Поет какая-то птичка. Так, ну я приготовила вот такой тазик. Тазик я этот приготовила для того, чтобы в него поставить мультифлор, который я выкопаю. Сейчас идем в теплицу. Такой глубокий снег. Прям, знаете, опасно даже с дорожки ступить. Можно оступиться в него. Компот пришел мне помогать. Вот, с весны, с осени у меня тут осталась лопата. Ну и сейчас разгребем вот то, что в этом углу. Там-то они у меня и прикопаны, эти мультифлорки. Посоветую одной из моих подписчиц. Сверху я поставила кашпо, ну как бы как дополнительную, да, изоляцию. Это же слой, сверху еще один. На землю я уложила ботву, которую с них срезала. И сюда же в теплицу, видите, принесла все свои кашпо, которые у меня в саду обычно с цветами стоят. А сейчас они вот зимовали у меня вот тут. В этом году я не открывала теплицу. Она у меня всю зиму стояла с закрытыми дверями. Снег я туда тоже не приносила. Поэтому, ну, по сути, мультифлоры зимовали под слоем мульчи и под самими кашпо. Залить их водой теплой, с эпином, чтобы они, ну, как бы стресс у них прошел после такого. И быстрее начала у них функционировать корневая система. И быстрее начали отрастать черенки. Не знаю, права я или нет. Я не то, что там это где-то увидела. Это я сама все придумала. Поэтому не знаю. Если у вас есть подобный опыт, напишите интересно. Будет, слушайте, так жарко. Даже хочется расстегнуться. Наверное, в теплице сейчас приличная очень температура. Так, ну что, давайте откапываться. Компот залег на теплый мульчи. Хорошо ему там. Тепленько тебе, компоша? Компотик? Ты там мышек ищешь, да? Вот видите, я здесь вот этими прикрыла, ну, срезала с них цветоносы засохшие. Этим тоже тут мульчировала. Ну, в общем, создавала побольше слой над ними. Да, интересно будет, если они выживут. Слушайте, они живы. Вы посмотрите, все получилось. Я следующую выкопала, а на ней уже зелененькая. Смотрите, вы представляете? Ура! Товарищи, мне удалось сохранить мультифлоры. Это невероятная радость, можно сказать, да? Потому что, ну, мне все говорят, что в наших условиях они практически... Они либо вымокают, если их оставляешь так в грунте, либо вымерзают. Но спасибо огромное той моей подписчице. Я уже, к сожалению, не помню, кто вы. Кто надоумен? У меня, кстати, даже не один человек прикопать мультифлоры в теплице. И даже, смотрите, несмотря на то, что я в теплицу снег-то не набрасывала всю зиму. Они у меня были просто прикопаны в теплицу. Сверху укрыты обрезками своей ботвы. И сверху у меня еще, видели, стояли контейнеры с землей. И все. И несмотря на то, что у нас этой зимой было аж минус 30, и даже чуть больше, и вообще зима была очень холодная, смотрите, они сохранились. Я так и довольная. В общем, делюсь с вами таким ноу-хау. Прям это ноу-хау, согласитесь. Так что копаю дальше, и я думаю, что все получится у меня с мультифлорами в этом году. И смотрите, вот эта вот, она вообще была очень близко. Я ее не глубоко закопала. Ну, то есть я вот мульчу вот эту сняла, и здесь уже она. Посмотрите, она уже тоже с зелененькими ростками. Представляете? Ну, в общем, это суперспособ. Вот, это упрямо я просто под впечатлением нахожусь сама. Вот. Так что, девочки, мы теперь с вами будем все выращивать мультифлоры. Вот, и у нас все будет получаться. Вот она. Это большая какая-то. О! Какое корневище. И смотрите, вот она вся с этими росточками. Супер! Супер-супер-супер! Ура! Да! Ну вот, принесла пленку. Вот такую, видите, она еще и толстая, вот эта пупырчатая пленка. Налила воду теплую, градусов 60, наверное. Все-таки больше, я считаю, не надо, потому что могут всякие жучки-червячки тут, наверное, поумирать, да, если больше. Но я думаю, что еще два ведра еще сюда вылью. Все, я налила сюда 4 ведра воды теплой. Теперь хочу делать бороздки и хочу внести осмокот. Это осмокот блум. Он, у него именно азот, как бы, основной формуле. У него 12, это азот. 12 азот, 7 фосфора и 18 калия. В общем, он для наращивания массы, а поскольку зелень, а я сажаю зелень, да, это именно, как бы, ну, зеленая масса, то вот хочу внести осмокот. Вот, и буду сейчас сажать сначала редиску. Ну, вообще, конечно, мне самой очень интересен этот эксперимент, чтобы 16 марта в теплице посадить уже что-то. Это, конечно, ну, для меня, во всяком случае, будет потрясающе, если из этого что-нибудь получится. Сейчас, видите, какая жара уже. Прямо мне жарко, я даже блузку сняла. Вот, и, конечно, если у меня в теплице получится так рано, без дополнительного подогрева, я не хочу обогреватель ставить. Вы знаете, у меня осенью уже был опыт, я осенью ставила тут обогреватель. Ветерок у меня тут работал осенью, и у меня электричество за этот ветерок выходило 3 тысячи в месяц. В общем, сейчас мне не хочется ставить ветерок. Осенью, понятно, мне нужно было сохранить, у меня здесь долго помидоры доходили, огурцы до последнего, да, плодоносили. И хотелось, ну, как бы сохранить этот урожай, мы его ели, ну, как бы до самого конца, там, чуть ли не до начала ноября. Поэтому этот подогрев был, ну, оправдан. Вот, а сейчас, ну, я считаю, что нет смысла, нужно посадить культуры, которые холодостойкие. Ну, вот, в частности, это редиска и рукола тоже, ну, с редькой эксперимент, да. Вот, поэтому я не хочу делать подогрев. Попробуем с вами ограничиться именно укрытием пленкой. И, в общем, посмотрим, что из этого получится. Вот так. Ну, в общем, вот такие редки я сейчас сделаю. Потом таблички поставлю, все посею. И в эти редки вот так вот добавлю осмокот. Тоже это первый для меня такой эксперимент. Осмокот, напомню, это удобрение современное, пролонгированного действия, которое действует, вот именно этот вид осмокот-блюм, он действует на протяжении двух-трех месяцев. То есть как раз к тому моменту, когда я сюда буду высаживать, а у меня здесь будут перцы в этой грядке, вот, это уже будет конец мая, не раньше, к этому времени действие осмокота этого, ну, практически, можно сказать, закончится. Потому что перцы я буду сажать со осмокотом Экзакт. Я его уже себе заказала. Вот. И осмокот Экзакт, он именно, во-первых, он более длительного действия, до полугода, а во-вторых, он именно для плодоношения, тоже пролонгированного действия, естественно. Поэтому вот это удобрение азотное, оно как раз еще чуть-чуть подействует, чтобы у меня перцы нарастили массу, а потом оно закончит свое действие. В общем, планы вот такие. Первым сеять буду редис Рондер F1. Столько здесь семян в одном пакетике. Немного, мягко говоря. А целом интересно, что он выглядит внешне, точно так же, как и осмокот. Этот редис я сеяла в прошлом году. В прошлом году я сеяла в теплице в начале апреля. Точнее, неправильно говорю, не в начале апреля, а в середине. В середине апреля. И тоже вы меня надоумили. То есть в этом году я сею на месяц, считайте, раньше. Ну, посмотрим. В середине апреля был хороший результат. Ну, потом нормально у меня все взошло. Была у меня ранняя редиска. Весь май была зелень. В общем, я была очень довольна. Вот посмотрим, как у нас с ранним получится посевом. Посадила два редка редиски. И вот в конце ряда, сантиметров, наверное, на 30, посадила вот в каждом ряду редьку. Три сорта, которые я покупала раньше. Ну, вот это, в общем-то, и будет у нас эксперимент. И одну даже, видите, вот такую красную. Мясата. Пинг. В общем, посмотрим. Так, теперь собираюсь сажать вот горчицу салатную. В крайний ряд ее посажу, потому что мне кажется, что у нее все-таки приличного размера, наверное, зелень. Посажу ее вот в крайний ряд. И далее у меня по плану укроп. Потом этот укроп планирую в огород перенести. Ну, может, часть в теплице оставлю. Кориандр. И два вида рукколы. Вот эндау и руккола вот такая. Ну, по сути, это то же самое. Ну, вот именно эндау мне очень нравится. И она так долго растет. И шпинат-крепыш. Сейчас вот это вот посею в оставшиеся рядки. Солнышко начинает потихонечку ходить. Я все посеяла. Теперь засыпаю. Так, чуть-чуть придавливаю. И сейчас укрою. И пойдем эпином обрабатывать мультифлору и суп варить. В общем, очень много я всего переделала. Вот какая у меня грядочка. Все культурненько. Все подписано. Красота. В общем. Так, теперь накрываем все это пленкой. Не знаю, хватит мне ее на все грядки. Или не хватит. Это у нас от упаковки чего-то осталась такая пленка. О, прям представляете, хватило вообще один в один. В аккурат. Прям как будто те, кто нам что-то в эту пленку упаковывал, когда присылал, прям знал, что мне она именно с этой целью и нужна. Пока положу плотно, прям на землю. А потом, когда начнут, я надеюсь, когда-нибудь появятся всходы, вот, тогда уже поставлю дуги или спонбонд и делаю такую маленькую тепличку. Мне кажется, что сейчас целесообразно прям вот так на землю положить. Вот. И сейчас еще придавлю такими... Ну, чем-нибудь придавлю, в общем. Вот, чтобы там сохранялся микроклимат под ней. Так что я надеюсь, в общем, что что-нибудь из этого всего получится. Будем наблюдать. Если вы еще не подписаны на меня, подписывайтесь. У нас тут, видите, экспериментальное садоводство происходит. Потом можно мой опыт, как положительный, так и, собственно, отрицательный, применить у вас в огороде, согласитесь, да? Ну так, в общем, вот. Не знаю, может быть, еще чем-нибудь сверху накрыть. Как вы считаете, шнурок у меня развязался. Ну, пока мне больше нечем. Спонбонд могу еще сверху положить. Ху! В общем, вот так. Мы молодцы, все сделали. Пойдем в дом. Так это радостно, конечно. Все с растениями прямо заряжаешься. И вот это вот предвкушение зарождающейся жизни. Вот, знаете, вот это состояние от того, что ты что-то посеял, и потом ты ожидаешь, когда оно взойдет и тебя порадует. Вот у меня реально сегодня такое счастье от того, что у меня эта мультифлора сохранилась. Я вам просто передать не могу. Это просто невероятность какая-то. Потому что, ну, мало того, что и у меня в позапрошлом году не получилось. И несмотря на то, что я в саду там укрывала, и вы очень многие пишите, что все уже отчаялись, и что все эти мультифлоры, кто осенью покупает, потом выбрасывает. А тут у нас получил нас. Это же вы меня научили. И получилось совместно. И это, в общем, невероятная радость. Смотрите, уже вторая половина дня. Какая красота вокруг, да? Лес уже в тени у нас. Слой снега такой большой. Я иду, у меня периодически ноги проваливаются. Да, вот это, конечно, покосившаяся картина, грустная. Но ничего, скоро все тут растает, зацветет. Будет вовсе даже и не грустно. Будет очень даже радостно. Ну и сейчас тоже радостно. Да, очень радостно. Хочу с вами поделиться еще одной, на мой взгляд, удачной идеей. У меня, видите, семена как хранились. Вот такое вот безобразие было. А я в магазине взяла коробку из-под кошачьего корма. Ну вот, китикай, тут пакетики стоят в Ашане. И в эту коробку, посмотрите, как хорошо встают семена. Вот сейчас хочу вот так все составить. И потом себе еще сделаю из картонки разделители. Сделаю отдельно цветы, отдельно овощи. Потому что у меня уже приличное количество этих пакетиков накопилось. И вот так очень неудобно. А так потом раз и на полочку. Смотрите, прям идеально подходит. Супер, правда? Прямо как будто для пакетиков семенами сделали. Потом будет как картотека. Вот так перебираешь и все. В общем, идея вам. У меня уже у самой семян как в магазине, понимаете? Вот тут у меня и дыня, и арбуз. Я все планирую сажать. Капуста совойская. Скоро надо на рассаду сажать. Это, наверное, будут сразу в грунт сажать. Декоративная. Вон какая красотуля. Вот. Дальше тут кабачки пошли. Огурцы. Сейчас у меня так все культурненько тут встанет. Просто замечательно. Фасоль. И дальше я буду уже здесь удобно ориентироваться. Мои семена разместились все в коробочке. И я достала эпин. Сейчас пойдем польем мультифлору. Ну вот развожу ее в соответствии с инструкцией. Здесь у меня уже остатки. Ее. Эпин. Его. Эпин это, наверное, ом. И поливаю. Во всяком случае, на данный момент из шести, у трех есть зеленые ростки. Я еще сюда земли подсыпала. Вот. Специально, видите, такой объем жидкости налила, чтобы земля пропиталась. Ну все, сейчас поставлю на подоконник на один. Пусть на свету оживает и приходит в себя. Так что будем наблюдать за ней. Думаю, что все должно быть нормально. Как планировала, занимаюсь расстольником. Для начала я уже все почистила. И сейчас на сковородке, на растительном масле обжарю рух. Морковь, репу и картошку. Все вместе обжарим на сковородке. Почему? Потому что, на мой взгляд, так у постного супа получится более насыщенный вкус. Я также, кстати, когда варю тыквенный суп, я тоже, у меня разные варианты есть тыквенного супа. И когда я варю тыквенный суп, у меня тоже один из вариантов, когда я все обжариваю. То есть я все овощи как бы обжариваю, потом тушу на сковородке, а потом уже заливаю водой. Варю до готовности и блондирую. Так вкусу овощей, на мой взгляд, получается более насыщенный. Репу я тоже почистила. Вы мне, кстати, про репу многие написали в телеграме на моем канале. Кто еще не подписался ко мне в телеграм, ссылочка будет в описании к видео. Подписывайтесь. Я там другой немножко контент выкладываю. Мы там с вами более плотно общаемся. И там мне написали разные вообще рецепты с тыквой. очень интересные. Так что будем не с тыквой, а с репой. Будем пробовать готовить. Лук кладем отжаривать. Туда же отправляем морковку. Так, отлично. Я думаю, что половины репки на суп мне будет достаточно. Репку тоже я все нарезаю, видите, соломкой. Ну, я имею в виду морковку и репку. Репка, кстати, не очень сладкая. Я попробовала. Как-то она меня не хочет туда. Для супа я думаю, что будет хорошо. Почему по-монастырски это с репой, я не могу вам сказать. Но я первый раз в жизни готовлю суп с репой. Вообще, репу готовлю первый раз в жизни. Как-то так получилось, что никогда именно репу я не готовила. Поэтому, если у вас есть какие-то свои варианты что-то интересного с репой, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотя, как я уже сказала, мне в Телеграме многие пишут, что они репу, вообще издревленной Руси, репу использовали как картофель. Ну, когда, картофель же он не сразу у нас появился. Вот, откуда нам привезли. Вот, пока к нам его не привезли, у нас вместо картофеля была репа. Вот, исторически. Поэтому, то, что мы с вами не умеем из нее готовить, это мы забыли голос предков. Даже отправляем картошку. Огурец натираем на терке. Я думаю, что у меня будет два вот таких больших огурца. Это у меня банка, которую я открыла. Специально я, когда ее солила, предполагала, что это будет для супов. Это было уже в сентябре месяце, когда у меня огурцы были достаточно переросшие. Я их специально засолила, предполагаю, что они пойдут такие большие в винегреты и в супы. Складываю в ковшик и заливаю рассолом. Ставлю это вариться минут на 15, наверное. Здесь не забываю помешивать. В овощи добавляю черный перец. Не солю их, потому что у меня огурцы соленые. И добавляю пол чайной ложечки кориандра. Тоже для аромата. Овощи потушились. Перекладываю их в бульон с перловкой. И ставлю вариться. Пока огурцы у меня варятся, суп закипает. Я начала себе готовить место и хочу еще кое-что посадить на рассаду. В частности, лук эксибишен. Для лука беру такую большую емкость, глубокую. Сюда посажу эксибишен. И в этой емкости нужно сделать отверстие. Есть женщины в русских селениях. Нагрею ножницы на газу. И вот таким образом Видите, как легко все получается. Ножницы не портятся и быстро. И дырочки отличные. В одном видео недавно увидела, что пермикулит можно вниз еще насыпать в качестве дренажа. Сделаю так для лука, потому что у лука важно, чтобы корни не загнили. Вот в эту буду сажать. Вторая у меня попытка посадить лук-порей. Два достаточно глубоких контейнера. Здесь, наверное, сантиметров 15 точно. И надо было мне еще вниз салфетку положить. Я забыла. Лук эксибишен у меня в очень странной упаковке я купила. Знаете, такое ощущение, что ее кто-то на ксероксе сделал, но другого не было. Но семена там вроде нормальные, такие синенькие. Ну, будем надеяться, что это продавец купила большую упаковку и сама расфасовала. У меня, конечно, мало места для всех моих посадок. Вы помните, какой у меня, в принципе, небольшой участок, маленький огород. Ну, а тоже сегодня подглядела идею в одном видео, что вот лук-порей, например, можно сажать среди клубники. Ну, так редко по одному растению среди клубники. Поэтому я думаю, что я поре посажу штук 10. Мне больше не надо. Вот. И сажать его буду среди клубники. Лук буду сажать в бороздки. И у меня будет общая коллективная посадка. Потом его буду рассаживать уже в грядку. Но при условии, что он у меня вообще взойдет. Значит, глубина бороздки где-то полтора сантиметра. И потом сверху засыпаю. То же самое под парей делаю. Вот такие семена. Немного их в этом пакетике. Они уже, видите, обработаны. Поэтому они зелененькие. И сею. Буквально. У меня тоже этот эксибишен. Эксибишен это лук, который, говорят, очень вкусный, очень крупный. И он не хранится. То есть его, по сути, вырастил и съел. Поэтому я думаю, что мне его тоже очень много не надо. Мне его даже и негде. при условии большого количества выращивать. Ну, штук 10-20. Я думаю, где-нибудь разместим. Поэтому сажаю буквально несколько зереншек. Парей я буду уже второй раз сажать. Первый раз он у меня не взошел. Взяла другие семена. И будем надеяться, что с ними будет более успешным моя попытка. то же самое раскладываю в бороздки. Потом, с учетом того, что буду прорежать, ну, я имею в виду разделять уже и сажать в грядку по одному растению. Ростки заделываю. И будем ждать входов. Всходов! Там пока у нас суп уже можно закладывать. Еще я сегодня планирую посадить два кабачка. Хочу попробовать в этом году тоже провести эксперимент ранние кабачки. Но это я не буду вас грузить, не буду это снимать. И также хочу посадить все астры. Но когда все это взойдет, тогда уже буду показывать. Я думаю, что в посадке астр тоже ничего примечательного особо нет. вот тут у нас оксибишн, тут у нас батун. Сейчас все это закрою пленкой и поставлю на пол, на теплой, чтобы оно ждало всходов. И в пленочке делаю отверстие, чтобы дышало. Здесь сейчас образуется конденсат скоро, особенно учитывая, что это будет на теплом полу стоять. Поливать я это больше не буду до всходов. И самое главное не пропустить, когда будут всходы. Все у нас тем временем протушились. Я не знаю, почему их нужно делать отдельно, но почему-то вот всегда делают вот так. И я так делаю. Всегда тоже так делаю. Вот здесь какой-то крупненький у меня один попался. Так, теперь я все это сливаю вместе с рассолом и с этими огурцами. Ну и все, по сути, суп наш готов. Сейчас на соль попробую и можно есть, зелени положить при желании чесночка. Сейчас вам расскажу, как он. Очень вкусно. Сейчас надо еще посолить чуть-чуть. Несмотря на то, что огурцы соленые, все равно объем воды большой, не хватило. Соли сейчас налью в тарелку, попробую и вам расскажу. Чуть-чуть сахарку надо еще добавить, потому что огурцы кислые и слишком кисловатый с рассолом получилось. Но это же рассольник. И знаете, для наваристости решила добавить, я вчера делала гороховое пюре. Очень у меня муж любит вот именно гороховое пюре. Вот это гороховое пюре я решила тоже сюда добавить для наваристости. Мне кажется, что хуже не будет, будет только лучше. Но вообще суп получается красивый. Сейчас вот еще зелень его раскрасит и будет вообще прекрасно. Что-то я подумала и вспомнила, что я забыла сельдерей черешковый добавить. Мне кажется, что он тоже очень будет в тему. Тем более, он быстро варится. Поэтому сейчас я его помельче нарежу и тоже его туда добавлю. В результате сейчас уже, во-первых, потемнело, пока мы с вами тут день вместе проводим. Вот сколько у меня прибавилось контейнеров с рассадой. Точнее, их вообще тут с утра еще не было. В общем, активно я поработала. И еще лук я посадила и батун, и порей. Еще какой-то лук. Посадила один кабачок, один огурец для эксперимента. Астры. Они даже не астры, а хризантеллы. доварила суп и еще пересадила. Я купила камелию. На днях вам ее покажу. Я ее тоже пересадила. Я сегодня вся в посадках. Это просто. И, в общем, я считаю, что я заслужила наконец-то суп. вот он у меня какой получился. Все сварилось. Ну, в общем, по внешнему виду ничем не отличается от обычного рассольника. Ну, даже не подумаешь, что это постный. Ну, конечно, только по отсутствию мяса и по наполненности бульона, наверное, можно это будет сказать. Но сейчас мы попробуем, что у нас получилось. Добавлю сюда зелень. Порезала лук, укроп и петрушку. Вот. Какая красота. Ну, прям, ну что, рассольник с перловкой. Все. Мне, знаете, что интересно? Попробовать репку. Я попробую репку? Да, по сути, вкус у нее, как у картошки. Может быть, с каким-то небольшим оттенком. Но, в принципе, все в супе очень органично получилось. Ну, вообще, конечно, я подустала. Сейчас поем супа, немножко передохну и мне еще этот выпуск монтировать. С вами была Ташмуляр. Большое спасибо, что провели со мной такой насыщенный событиями день. Мы заложили новую жизнь, да, и теперь можем находиться в ожидании всех этих всходов, как наши усилия, наши труды принесут плоды. Это же вообще великолепно. То есть, сегодня был великолепный день. И я очень рада, что мы провели его вместе с вами. Все. До новых встреч на канале. Ваш Ташмуляр. Пока-пока. Прекрасного вам настроения и наступающей весны. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть другие интересные выпуски на канале. Как я дошла до жизни такой. История нашего переезда. Своя вода, как нам делали скважину в доме. и выпуск про приезд трубочиста с инспекцией и с модернизацией нашей большой русской печки. До новых встреч на канале.